Кто одержит победу в схватке рыси и беркута? Говоря об орле, чаще всего подразумевают именно беркута, также известного как золотой орел. Назван он так из-за золотистого цвета перьев на шее, хотя основная окраска коричневая, с краплениями черного и белого. Эти птицы действительно обладают орлиным зрением, с высоты более километра они способны увидеть потенциальную жертву. Дело в специфическом строении глаз, у которых мышцы, отвечающие за расширение и сужение зрачка, намного мощнее, чем у других дневных хищных птиц и животных, и реагируют они гораздо быстрее. Это необходимо, чтобы, атакуя в пике, как это, например, делают сапсаны, не потерять из виду добычу и не промахнуться. Этому также способствует бинокулярное зрение, что помогает определить расстояние до жертвы. Стоит отметить, что это очень сильные птицы, способные унести в гнездо животное до 5 килограмм. Однако прирученных птиц используют также для охоты на волков, которые значительно крупнее по весу. Длина беркута до 93 сантиметров, масса до 7 килограмм, самки немного крупнее, размах крыльев более 2 метров. Рысь – это не одно животное, а отдельный род, включающий в себя несколько видов, хотя не все рыси относятся к нему. Ареал обитания этой кошки достаточно широк и включает в себя северные регионы, вплоть до полярного круга. Предпочитает рысь достаточно густые хвойные леса, тундру, хотя может и выходить за их пределы. Как и большинство кошачьих, это одиночные засадные охотники. Они подкрадываются к добыче, используя естественные укрытия, вроде поваленных деревьев и больших камней, после чего с близкого расстояния атакуют, могут убивать превосходящую себя по размеру добычу, например, косуль и северных оленей. У многих видов очень густая пушистая шерсть, особенно зимой, позволяющая им переживать сильные морозы. Из-за нее, в частности, на них активно охотились, благодаря чему сейчас практически все виды считаются вымирающими. Длина рыси около 130 сантиметров, масса до 30 килограмм, сила укуса 505 ньютонов при весе в 15 килограмм. Если столкнуться беркут и рысь, кто же одержит верх? Во-первых, следует учитывать, что орел атакует сверху, поэтому на открытой территории у него будет преимущество, благодаря крыльям он намного маневренней. Однако рысь хоть и уступает в размере волку, но все же является слишком крупной добычей. Стоит учитывать, что на волков орлы нападают по указке и поддержке человека. В диких условиях они обычно атакуют хищников помельче, вроде лисиц и шакалов. Скорее всего, беркут просто попытается прогнать дикую кошку со своего участка, не желая пищевых конкурентов. Однако, если птица окажется на земле, преимущество перейдет крысе, ведь на ее стороне большая масса и зубы. Поэтому многое зависит от обстоятельств столкновения, хотя до смертельного поединка вряд ли дойдет, но дикий одинокий беркут вряд ли будет способен победить рысь, хотя и сможет нанести ей достаточно серьезные травмы.